Санкт-Петербург В очередной раз Санкт-Петербург сам на себя не похож. Вообще, этот город красив в любое время, но сейчас он особенно красив. Ты как будто погружаешься в волшебство. В общем, смотрите и вдохновляйтесь. Северная столица встречает зимние праздники с особенным размахом, что, наверное, символично. В свое время именно Петр I велел праздновать Новый год в России в ночь на 1 января. Ранее наши предки отмечали его в марте, а позже в сентябре. К тому же теперь по велению Петра все должно быть красиво, на европейский манер. В том числе нужно использовать для украшений ветки, включая еловые. Новшества приживали в стране не сказать, чтоб легко. У праздника был тернистый путь. Тем не менее, сегодня, более 300 лет спустя, мы уже не можем представить свою жизнь без этого самого сказочного дня в году. Итак, Санкт-Петербург. Первое, что увидит ищущий праздника турист или горожанин, это, конечно же, невероятный Невский проспект, украшенный в имперском стиле. Великолепные короны, скипедры и другие детали напоминают нам о том, что в этом году город отмечал 350 лет со дня рождения Петра I. Впрочем, Невский проспект – это лишь часть масштабного великолепия. В Новый год волшебным становится весь центр города. Сердце праздника в Санкт-Петербурге – Дворцовая площадь. Уже несколько лет подряд здесь устанавливают настоящую живую елку. Это новая, красивая городская традиция. Санкт-Петербурге Петербург в этом году отменил многие праздничные мероприятия, но от елки не отказался. На радость детям. Кстати, о малышне. В этом году, опять же, ей на радость на Дворцовой площади работает бесплатная горка. И даже ватрушки можно взять бесплатно. Бывают же новогодние чудеса. Но давайте переместимся в другую важную точку городского центра. Еще одной ежегодной традицией Петербурга стала красочная ярмарка на Манежной площади. Ты как будто проваливаешься в сказку про Щелкунчика. Здесь можно закупиться всевозможными милейшими безделушками. Вот вам и Глинтвейн, и самые разные сладости в ассортименте. Найдете кухню самых разных стран. И снова малышне раздолье. И аттракционы имеются, и развлекательные программы. Можно с Дедом Морозом встретиться. И, конечно, куда уж без фотозон. Но, друзья, если говорить о ярмарке в целом и честно, то, наверное, нужно слишком сильно любить Новый год, чтобы ощущать его радость даже в такой толпе. Но предлагаем покинуть Манежную площадь и дальше пойти гулять по городу. Он блистает весь. Вот, например, мистические елочки над рекой Мойкой. Или вот ярмарка на Малой Садовой улице, над которой как будто нависает сам Млечный путь. Разумеется, невозможно пройти мимо гостиного двора с его гигантским Дедом Морозом, который давно стал ежегодной традицией, и разномастными елочками в витринах. Идите дальше и загляните в Александровский сад с его очаровательными праздничными инсталляциями. Ну и наконец, не поленитесь перейти на стрелку Васильевского острова. Здесь вас ждет сюрприз. Куда еще сходить в новогоднем Петербурге? Во-первых, Никольские ряды. В этом небольшом общественном пространстве буквально концентрация новогоднего настроения. Кстати, даже сами по себе ряды можно назвать символом чего-то нового. Здание Никольского рынка построено еще в конце 18 века. Во второй половине 20-го оказалось в плачевном состоянии. Его долго не приводили в порядок, и большая реставрация состоялась читанные годы назад. Общественное пространство действует здесь с 2020-го. Не знаю, как вас, а нас очень радует, когда забытые объекты обретают новую жизнь. Кстати, сейчас зимой здесь все оборудовано в стиле Арктики. Эпицентр Никольских рядов – большая горка. Она работает не только при обилии снега, но вход на нее платный, в отличие от горки на Дворцовой площади. А тем, кто помладше, придется по вкусу сказочная карусель, как будто пришедшая к нам из какого-то красочного мультфильма. Но давайте покинем Никольские ряды и отправимся любоваться зимним Петербургом дальше. Наша следующая точка назначения – Новая Голландия. Еще один пример того, как старые объекты получают новую жизнь и становятся центрами притяжения. Петербуржцы очень любят это всесезонное общественное пространство. А туристы так просто обожают. Зимой здесь заливается каток. Впрочем, катки – это вообще фишка Петербурга. Их в городе полным-полно. Но Новая Голландия, наверное, скорее все же ассоциируется с приятной прогулочной зоной. Сейчас она напоминает царство Снежной Королевы. Пусть и без обилия ярких красок, как в Никольских рядах, но уютная и романтичная. Кстати, вот еще изюминка Голландии – очаги, чтобы согреться. Ну и, наконец, последняя праздничная точка, которую мы покажем в этом фильме – Анненкирхе, действующая церковь Святой Анны. Особо атмосферное место. Мы уже немного рассказывали о ней в другом своем фильме и повторяться не станем. Скажем только, что сейчас здесь все по-особам. Проходит выставка «Рождество» с тематическими картинами и инсталляциями, напоминая нам о том, что наш новогодний праздник все же когда-то давно родился из европейской традиции празднования Рождества. И только посмотрите на эту елку! Ну красота же! К слову, о ложке и дегте. Если в обычные дни вход в церковь бесплатный, то сейчас в связи с выставкой придется отдать кругленькую сумму. Например, взрослый билет в выходные – 700 рублей. Имейте это в виду. На этом наш мини-фильм про новогодний Петербург заканчивается. Надеемся, что Северная столица вдохновила вас своей праздничной красотой. Ставьте лайки, пишите комментарии, жмите на колокольчик и, само собой, подписывайтесь на канал. Впереди еще много отличных роликов. До скорых встреч! Корректор А.Кулакова Северная столица Продолжение следует...